Всем привет! Нас зовут Лена и Миша и вы на канале Существует способ. Мы путешествуем по разным странам, а сейчас наше путешествие по Кыргызстану продолжается. И в этой серии мы доехали до крайней точки южного берега Иссыкуля, города Каракоу. Граница с Китаем, Гагарин и Пржевальский, Лазурный берег Иссыкуля и чем еще нам запомнилась эта поездка, смотрите здесь. Поехали! Ребята, вот Лена там сейчас сделала подсъем, так особо не видно конечно будет, но она сейчас, мы наложим видео, где более понятно. Вот эта вот гора, она полностью вся из елей и это прям выглядит как стена из леса. Вообще просто это что-то, что-то реально невероятное. Дорога, по которой мы едем, это ущелье Барскон и представляете, эта дорога ведет в Китай, то есть если по ней ехать, дальше будет там перевал или даже несколько перевалов. И дальше все, граница и Китай. Вот там вот где-то за снежниками, вот там вот фуры пролезают, то есть периодически проезжают бензовозы китайские, машины с китайскими номерами. То есть представляете, мы прям почти на границе с Китаем на этой машине. Фанатов нашел? Конечно, вот. Мои ребятки. Привет. Как вам в горах? Нормально? Вы сюда отдыхать приехали? Да. Сколько здесь уже? А мы тут живем, несколько часов. А, несколько часов? Откуда приехали? Я с Коль. Вы отсюда? Да. Ну, здесь живете прям? Да, да. А, ну вы из Кыргызстана просто приехали из другого города? Нет? Нет. А, пониже вот там. Все, все. В Коль прекрасном месте ночлег наш выдался на славу. Да, друзья? Да. Смотрите, какая панорама тут. А мы знаете, где стояли? Вот там, возле памятника Гагарину. А Гагарин здесь не просто так высечен в камне. Все дело в том, что он посещал эти места. На самом деле Гагарин много где покатался. При поддержке правительства Москвы. Вот какая красота. А наш путь лежит сейчас вот туда, к водопаду. Хочу сказать, что подъем на водопад это довольно-таки серьезное испытание. Потому что требует хоть каких-то навыков. А то уже не я по столам. Вот сейчас вот Лена здесь где-то по камушкам поднимается потихонечку. И он, ребята, вот там топает внизу. И пропа еще идет вверх. А сам водопад идет вот по этому руслу. И вот здесь он где-то вот шумит. Сейчас мы к нему подойдем. Назад не смотри. Вверх карабкайся, за камешки держись. Лена первая догоняет. Ребята, смотрите какая бомба. Просто как раз. Цукарный. 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 Двух каскадный. Обалдеть. Красота. Все это в хвойном лесу. Цветочки кругом. Бабочки. Птички поют. Что еще для счастья надо? Ребята, ну это великолепно. Только очень мокро и шумно. А так вообще красота. Можно прям подойти. Плотнуть к нему. Брызги летят. Очень круто. Вот такая вот бодрость духа, ребята. Купаться в водопадах это отдельный вид удовольствия. Не знаю, поддерживаете ли вы такое. Конечно, не на всех можно купаться. Где-то очень опасный спуск. Но здесь подойти вполне себе можно было. Класс. Это просто такой заряд энергии, бодрости и эмоций. Всем рекомендую. Только предельно осторожно. Камни постоянно скользкие возле водопада. Берегите ноги. Ну что, купаться будете? Мелочи. Купаться пойдешь? Да там не подставим водопад. Подбрызги. В этой жизни не так много настолько прекрасных вещей. Но на самом деле множество из них располагается здесь, в Кыргызстане. И заключаются они как раз таки в этой прекрасной природе. Вот где еще можно представить себе вот такую картину? Где ее можно лицезреть? Посмотрите. Пропасть. Обрыв. Горы. Лес. Красота. Здесь внизу, чуть ниже водопада, ленточки повязаны. Люди приезжают, судя по всему, загадывают желания. И повязывают такие вот веревочки. Кто-то даже повесил маску. Может, это с ковидных времен, правда. Салфетки. Приятного аппетита, как говорится. Спасибо. Поезд и пыли. Китайские фуры проносятся. Все, вот эта дорога идет в Уйгурский автономный округ. В Китай, представляете? А мы на нашем автомобиле поднялись на высоту 3,442 метра. 2442. Здесь даже есть указатель. Вон там уже ледник виднеется. Выше мы не поедем, потому что... Что? У нас мало бензина. Вы инструкторы здесь видите? Будете, да? Как вы говорите, перевалы называются? Вот это? Да. Сары-Мойну. Сары-Мойну. А вот это ущелье направление на перевал Тосо. Ага. А вот то ущелье на перевал Джуку. Ага. Так чисто для информации. Мы пока разведать не успели. Кыркестан, это такая страна. Оттого раза будет мало. Да, конечно. Еще вернешься. Такси 4х4 Турс. Там вон почта, телефон. Если что, информация есть. Вопросы, вопросы. Мало ли в жизни бывает. Ну, конечно. А изюминка какая-то должна быть. Вот почему именно вы? Почему именно я? Да. То, что я сделаю, мало кто найдется. Моя специализация оффроу. Я знаю, как вы знаешь, серьезно. Самое вот говно, которое есть, я поеду. Если все откажутся, я поеду. Еще он крутой. Но не дешево, конечно. Ну, понятно. Ну, расценочки можно будет узнать, да. Как зовут вас? Вадим. Вадим. Вадим знают меня все. Все. Вот на таких вот внедорожниках сюда пригоняют ребят. Группы. Заряженные. Все почти на Тойотах. Ну, а мы на Жигулях. А мы на Жигулях. А мы на Жигулях забрались. Ладно, ребята. Счастливо. Счастливо. Всем остальным тоже говорим, что можно подписаться, посмотреть наши видео все. Мы путешествуем по разным странам, не только на Жигулях. Обязательно все это можно поддержать лайком, комментарием. Вот это мы можем. Горные дороги заслуживают особого внимания. Проезжая по ним, погружаешься в очень особенное состояние. Просто почувствуй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, ребята, мы нашли сегодня обед себе на берегу из Сыкуда. Представляете, смотрите, такие грозди, абрикосов висят. Они никому не нужны. Кто-то там, ну, кто идет, купаться там, открывать по чуть-чуть, по низу по обрывали, а сверху просто там, самой ветки даже не видно. Там столько их тьма. В общем, очень удачная установочка у нас вышла. Поели аучи, искупались, освежились. И покажите пакет-то. Еще второй такой же есть. Просто растут, он никому не нужный. Подходи, собирай. Сегодня мы остановились в Караколе. Недалеко от Каракола есть такой поселок пристой и пришли на Эссыкуль. И посмотрите, какой он может быть ветренный. Ветренный. Настоящее море! Девчонок по волнам вообще колбасит. Офигеть! Ну что же, друзья, мы прибыли в Каракол. И первое место, которое мы посещаем здесь, это Дунганская мечеть. Здесь особые правила посещения. В принципе, так и в любой мечети. Здесь девушек заставили одеться вот в такие вот колодки. Ну, не заставили, да. Правила такие, да? Да, вот. Заставляем. Просто это у нас не музей, а действующая мечеть. Да, это мечеть самая настоящая. Там что-то исторически написано. Можешь почитать. Если что еще интересуется, там спрос, я вам расскажу, ладно? Хорошо. Вот здесь стоит 20 сомов человека. Ну, то есть 25 рублей, грубо говоря. Ну, судя по всему, эти денежки идут на то, чтобы как-то облагораживать, наводить порядки здесь. Там как и написано. А, да, так написано. Видите, какие розы тут растут? Да, очень красивые, да. Прям кустами растут. Во-первых, да, очень много роз. А во-вторых, смотрите, какие здесь груши висят. Они пока зеленые еще. Но кругом яблочные деревья, яблоньки, груши растут. И вот она сама мечеть в таком прям стиле какой-то пагоды с каскадной крышей. Очень нехарактерная другим мечетям постройка. Обычная мечеть – это что-то такое с минаретами, с большими сводами стрельчатыми. А здесь вот, видите, в таком, можно сказать, в китайском стиле, в дунганском громкоговоритель находится вот на такой синей башне. Вот отсюда, собственно, издается азан. Азан, кстати, это призыв на молитву, и каждый раз он поется вживую. То есть это не запись включается, это каждый раз человек садится и поет в определенное время. Цветочки, смотрите, какие клумбочки, прям как у нас любят делать, из покрышек. Разные цвета покрасили. Но эти самые клумбочки, ладно, из покрышек, но цветов реально очень много на территории. Ну, и самая главная фишка этой мечети заключается в том, что ей уже больше ста лет. Закончили ее строить, если не ошибаюсь, в 1907 году. Строил ее пекинский архитектор вместе с резчиками по дереву, тоже из Китая. Прибыли прям, по-моему, человек 20. Сделали мечеть, которая не имеет ни одного гвоздя в своей конструкции. То есть они путем вырезки дерева, подрезки дерева, сделали, получается, вот на этих колоннах мечеть, которая держится сама по себе за счет именно деревянных скреплений, соединений. Без каких-либо гвоздей, скоб и прочего. В свое время он был и складом в союзное время, и спортзалом был. Еще кто в союзное время. Вот это в церкви были бы? В церкви нет, еще не ездили. В церкви там, блин, бюджет раньше было. Я сам занимался борьбой. А те серьги там хорошие мужики. С ним вот так иногда собираемся, общаемся так, пойдем кофе попьем. У тебя очень ловко получилось, давай еще раз. Нет? Уже второй раз вы не работаете? это импровизация. А, импровизация. Приставила. Сейчас Алексей просто нам на кыргызском как пошел поливать. Лена мне подсказывает справочную информацию. Собор при Святой Троице, да? Да. Чем примечательна эта церковь? Она примечательна тем, что она построена без единого гвоздя. То есть, если мы сейчас ее пройдем по кругу, вероятно, что мы не должны найти ни одного гвоздя. Но это не точно. А, вот и гвоздя, да. Не, мне кажется, что что-то тут уже есть. Да, пожалуйста, вот вам, смотрите, не единого гвоздя, а гвоздей целая, целая куча. Нет, ну, смотрите, изначально, наверное, задумка была такая, что когда ее устроили? Мне кажется, ее устроили лет сто, а то и больше назад. Тогда она, наверное, была построена как раз-таки, может быть, и без единого гвоздя, искусственными мастерами того времени. Это опорные конструкции, вот, на чем стоит. Вот, она не содержит вот этих металлических конструкций, гвоздей, как-то вот этих вот... Скоб, да. Скоб, да. Вот в этом вся фишка. А, конечно, на фасады с течением времени уже люди не стали заморачиваться и гвоздиком. Ну, да. Современные строительные и метизные материалы. Оно здесь применено. Но, смотрите, насколько все-таки изящное исполнение. Вот эти резные карнизы. Ну, купола золотые. Гораздо круче было бы, если бы купола были деревянные, вот, знаешь, деревянной черепицей отделанные. Мы знаем про город Каракоу. Так это то, что он был построен в 1869 году. И тогда же здесь появились первые какие-то построения. Здесь же и возникла первая церковь. Она тогда была еще войлочной, такая самая простецкая. Позже здесь было сильное землетрясение. Не помню, в каких-то 80-х годах, в 880-х годах. И город реконструировался по новой. И вот эта вот церковь, в частности, она начала строиться где-то в середине 19-го века. И последняя реконструкция, которая она заставила, была в 1995 году. В общем, хотели мы снять небольшой обзорчик рынка Каракольского. Но поняли, что лучше это сделать в Бишкеке. Потому что здесь вот таких вот красивых, нарядных палаток, лавок, прилавков. Всего несколько штук. Остальное все как-то слишком простенько. А в Бишкеке есть Ош-базар, который довольно-таки колоритный. Много разных блюд можно попробовать. Много всяких продуктов продается местного производства. Но по большому счету в окрестностях Каракола, в городах, в самом Караколе, в деревнях особо смотреть-то нечего. Все сосредоточение интересного находится как раз-таки в природных местах, в природных ландшафтах, в горах, на берегу Иссыкуля. И так думаем не только мы, но и многие путешественники, и даже великие путешественники. Например, тот же самый Николай Пржевальский, Николай Михайлович. Здесь есть даже усадьба, дом-музей, в котором живо-работал Николай Михайлович. Здесь можно будет посмотреть его труды, можно посмотреть картины все-различные, его достижения. Если что, он был великим путешественником и как раз-таки разведал вот эти природные ландшафты, которые здесь вот вокруг Иссыкуля находятся. Вот здесь есть такая карта путешествий Пржевальского. И здесь разложены все его похождения по всем долинам, его маршруты горные и не только. Николаем Михайловичем были предприняты ряд экспедиций по Центральной Азии, в том числе Северный Китай он изучал, Монголию. И в процессе своих путешествий он по большей части занимался изучением ботаники и зоологии. То есть изучал обитателей вот этих вот горных рельефов, кто живет в горах птицы, какие звери живут, какие растения растут. И свои труды он собирал в литературные сочинения. Он описывал свое путешествие и то, что встречалось на его пути. своего рода это были путевые заметки, которые сделали большой вклад, дали большой вклад в изучение флоры, фауны данной местности. Мы не взяли экскурсию, но тут очень подробные записочки ко всем стендам. Да, и написано, что когда он путешествовал по Сурийскому краю, он, получается, открывал виды различных растений, животных, собирал насекомых, гербарий, семена. Он как переоткрыватель был, ведь он путешествовал в конце XIX века. Да, да. То есть, проще говоря, вот местные жители живут в Уссурийском крае в том же самом, и они, грубо говоря, даже передают значение тому, что у них есть из животных, из растительности, а он приезжает и, грубо говоря, открывает новые виды, про которые не знают других регионов. У нас сейчас разгорелся целый дискусс по поводу лошади Пржевальского. Возможно, вы, кстати, слышали что-то про это. Мы вот с Лешей, например, думали, что лошадь Пржевальского это специальный вид лошади, который выводился для преодоления каких-то горных перевалов, ну, для высот. А как выяснилось по факту, лошадь Пржевальского, что да, ничего не выводилось. Это лошадь, которая существовала, которая обитает или обитала в Высокогорье. То есть вот в дикой природе, да, это дикая лошадь получается. Вот примерно так вот она выглядела. Она такая была низкорослая, такая приземистая немножечко на коротких копытах ногах. Вот. И сейчас их осталось совсем мало. Они занесены в Красную книгу. И, кстати, если все-таки вживую хочется ее увидеть, вроде как говорят, что здесь в Караколе, в Солопарке, можно на нее посмотреть. Также была собрана информация о том, как живут люди в разных регионах. То есть вот есть иллюстрации монгольских юрт, того, как выглядит монголка, какие у них наряды, какие у них вспомогательные какие-то инструменты в быту, в хозяйстве. То есть все это тоже здесь представлено. Все это можно пронаблюдать и представлять, насколько это было интересно тогда. Это все равно, что если мы сейчас возьмем забудемся куда-нибудь в джунгли Амазонки и будем смотреть на быт каких-нибудь туземцев. И тоже выдумайтесь о том, что это прям полноценные экспедиции были. То есть тогда не было ни транспорта, не было там ни магазинов, где ты можешь там зайти и купить себе продовольствие. Было такое масштабное получается собрание людей, собрание амуниции, снаряжения, провизии и все это в экспедицию уходило вот таким большим караваном. Вот тут зарисовка, но судя по всему это не самого Пржевальского, но по его эскизам, по его дневникам. Вот такие длинные-длинные караваны шли через степи, через пустыни. Это был, наверное, очень интересный опыт. Я предполагаю то, что в команде, в экспедиции были человек, который ввел именно записи, это был сам Пржевальский. Некоторые рисовали как вот Роборовский, вот, Роборовский, да, он как художник. Кто-то там чертил карту, картографией занимался, вот, собственно. И так распределялись обязанности. Кто-то готовил, кто-то был проводник, вот. А, вот художники как раз там. Вот художники, сам Пржевальский и сам, кто еще вел записи. Ну, ну, естественно, на пути было очень много зверя, диких, опасных животных и все были вооружены, чтобы в случае опасности волки, тигры, рыси, все это здесь обитало, медведи, от всего этого нужно было как-то защищаться. Получается, здесь можно наблюдать последний день Пржевальского. Вот, как, собственно, его фотография. В 1888 году. В 1888 году, да, это вот на смертном отле. И он просил свою экспедицию, похоронить его просто на берегу Эссекуля, поставить крест и написать, здесь покоится путешественник Пржевальский. Вот. В принципе, все, а умер он, да, от брюшного тифа, к сожалению, заболел. А в то время, вы знаете, как болезни лечились не очень, не все были, да, не все известные были болезни, и поэтому вот так. Взведен вот такой вот памятник Пржевальскому. И здесь же есть смотровая площадка, с которой открывается вид на бухту Пржевальского. Сейчас тоже подойдем, покажем. А, да. Да, путешественник Николай Михайлович Пржевальский. 839-й, 888-й. К сожалению, смотровая площадка это и вряд ли можно назвать, но вид, в принципе, открывается красивый, если высунутся за забор, за решетку. сам Пржевальский восхищался цветом воды в Иссыкуле. И чтобы проверить его слова, мы приехали в место под названием Маяк. Маяка здесь как такового нет, но почему-то все местные называют его Маяком. Я выяснила. Это бывшее название этого села Маяк. Сейчас это называется Иссыкель. Иссыкель, Иссыкель, да. А бывшее название Маяк. А тут был Маяк или нет? А вот это никто не знает. Понятно. Так, ребята, Макс, давай представишься тоже. Это человек, у которого мы здесь остановились рядом с Караколом. Вот Вера. Супруга? Да. Супруга Вера, да. Ребята здесь уже отдыхают больше скольки? Больше двух месяцев. Больше двух месяцев, да. Да, всем привет. Мы из России, из Екатеринбурга. Мы здесь конкретно на пристани больше двух месяцев, а на Иссыкель уже больше трех месяцев, четвертых месяцев. Понятно. С мая купаемся. Пляж на Маяке классный, нам тоже все говорили про него, но вот сегодня доехали с ребятами. Ну, да, ребята как раз порекомендовали нам, а с нас транспортные вопросы. В Иссыкель вообще очень разный. Пляжи на севере отличаются от пляжей юга, Маяк там отличается от Асора. Каждый раз удивляешься, в разные страны приезжаешь. Прикольно. То есть этот пляж вообще похож на Мальдивы. Уже в следующей серии мы отправимся в горный поход и продолжим свой путь дальше вокруг озера Иссыкель. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Поддержать наш блог можно донатом на карту. Все реквизиты в описании под видео. До скорого!